Ирина Докукина родилась и выросла в нашем городе. Увлечение науками пришло к ней ещё в школе. Затем она поступила на физический факультет МГУ. После окончания учёбы Ирину вместе с мужем поехали в Японию, а через год их обоих пригласили на работу в Соединённые Штаты Америки, где они провели 10 лет и продолжали заниматься исследованиями. Там всё-таки считается, что человек должен быть узкоспециализированным. То есть если он уже понимает в какой-то одной области, то вот в ней он должен хорошо понимать, и на этом всё. Им очень удивительно, когда приезжают, в том числе из России, учёные, неважно какого пола, они, как правило, многофункциональные. То есть это нормально здесь сменить тематику, начать работать в какой-то другой области. Как рассказала Ирина, она никогда не сталкивалась с каким-то предвзятым отношением к ней, как к специалисту из-за пола. Если 10 лет назад, когда она училась в институте, девушек на её факультете было считанное количество, то сейчас их число значительно увеличилось. Но сейчас уже женщина-учёная считается вполне способной вести научные исследования. Сейчас Ирина преподает в Саровском физико-техническом институте математический анализ, уравнение математической физики и английский язык. Она признаётся, что ей очень повезло со студентами, и девушки наравне с молодыми людьми готовы учиться и разбираться во всех тонкостях предмета. Особо она выделяет студентов-девушек. Девушки, они ничуть не хуже молодых людей, в некоторых вопросах даже они и фору дадут. И это видно не только по научной работе, а в том числе и по учебной работе. Одна из лучших студенток вуза Татьяна Скледнёва приехала в наш город из Ханты-Мансийской автономной области Югры. Ещё с младших классов она поняла, что ей интересны точные науки. Я уже так с нетерпением ждала начала урока физики. Мне было очень интересно узнать, как работает этот мир, то есть как всё устроено. Мне нравилось наблюдать за природными явлениями. Я много читала об известных учёных, об их вкладе в науку, и думала, как же это потрясающе, то есть сделать какое-то открытие, увидеть то, чего люди даже раньше не замечали. В 11 классе она узнала о Сарове, и сомнения в выборе вуза отпали сами собой. Сейчас девушка заканчивает магистратуру на кафедре теоретической и экспериментальной механики. Проходит практику в Институте физики взрыва Орфяцвнеев. Сейчас я дописываю свой диплом. В нём я провожу анализ существующих методов исследования, то есть из пережатых продуктов взрыва, а также участвую в расчётно-теоретическом обосновании конструкции, а также провожу анализ экспериментальных результатов по отработке нагружающего устройства. Как говорит Татьяна, девушкам нужно не бояться сложных путей, стараться и учиться. Сегодня наука – это уже не только мир мужчин. Женщины всё больше и больше проявляют себя в точных дисциплинах и добиваются больших результатов. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.